здравствуйте дамы и господа с вами елена вы на канале элен элегант и сегодня я раскрываю интригу которая была в моем предыдущем видео под названием мой рукодельный уголок я начинала вышивку от фирмы dimensi и так что же за набор который я вышиваю это кафе бои сей дизайн by george бьеркла это простой набор от фирмы dimensi не золотая коллекции для меня кстати говоря это было совершенным удивлением то есть я совершенно не собиралась вышивать эту работу у меня в планах была совсем другая и я даже не знаю почему я выбрала их именно эту работу точнее она выбрала меня я хочу сказать но мотивом посылом было то что очень захотелось на море потому что та поездка которая была совсем недавно она носила оздоровительный характер и совершенно я не почувствовала отдыха и совершенно то есть мне не хватило моря мне не хватило отдыхами не хотела солнца и солнечного тепла и очень остро захотелось повторить эту красивую историю вот хотя бы вышивание своей истории я захотела почувствовать это морское настроение я думаю что многие из вас меня понимают многие из вас сейчас вышивают морские сюжеты или собирается приступить к ним и так это элементарная вышивка ну как сказать для фирмы dimensi она довольно просто здесь очень много полукреста не знаю видите ли вы сейчас это или нет здесь распечатки отображается все что вышивается полукрестом для тех кто не видит проговорю что это практически вся дорога есть только совсем отдельные элементы которые вышиваются крестом это практически вся зелень зелень что здесь видите это полукрест креста здесь довольно мало то есть в принципе работа не просто несложная и для начинающих хотя в принципе размер большой то есть 200 на 140 клеточек то есть если вы хотите начать большой набор от фирмы dimensi но для вас это первый набор может быть стоит обратить внимание на этот набор потому что в исполнении он не сложен в том числе потому что он выполняется на конвей 14 каунта вот обратите внимание да и размер всего лишь 46 на 36 сантиметров то есть там стандартный размер большой размер и dimensi но канва мелкая вот он мелкая не крупная она у меня осталась это канвар которая была в наборе 14 каунта белого цвета почему я ее заменила потому что мне захотелось уйти от просветов который остается на конве 14 каунта когда вышивается даже нитью в пять сложений вот эти темные места мы с вами видим до темные места имею ввиду в зелени и черные крестики все что черным выполнено они светят я здесь это вам видно если вы обратите внимание на вышитые работа я смотрела на вышитые работы то у них захотелось уйти от этого эффекта и мне понравилась идея девушки которую я увидела насти часов она заменила канву на шестнадцатую я сначала хотела заменить ее на 18 но вспомнил как это довольно непросто протягивать 5 нити и спас мы через 18 каунты не стал усложнять себе очень сильно задачу выбрала канву 16 каунта вот я вышиваю на конве 16 каунта это белый цвет 16 каунта канва от фирмы гамма что могу сказать по поводу самого набора здесь даже рекомендация half stitch cross stitch used in this design for artistic effect то есть рекомендует нам для художественного эффекта полукрест да я думаю что в этом есть что-то есть суть но в принципе она подразумевает эта работа солнечный свет до которые которым залита вся картина и вот эти просветы они допустимы то есть они придают солнце присутствие солнца на работе но все же я не люблю этого эффекта и мне захотелось уйти по максимуму уйти от этих просветов чтобы канва не светила добилась я этого или нет ну что сказать сто процентов конечно нет немного просвечивает все же на темных местах но это совсем немного то есть если придираться то можно это увидеть я думаю что после стирки канва еще немножко подсадет ниточки расправиться и будет практически незаметно этого света и думаю что все-таки 16 каунт выбран был правильно хотя если хотите можно попробовать и на 18 я заменяю откровенно говорю вам заменяю нити то есть зелень которую вы видите она практически вся вышита не по ключу для чего я это делаю но я прошу не критиковать те кто меня не понимает я уже устала это объяснять я говорю это для тех кто понимает зачем делаются замены и почему вышивальщица стремится насти свою нотку вышивку которую она выполняет откровенно хочу сказать что начала я вышивать эту работу 8 июля сегодня уже 22 и и сначала она у меня полетела то есть нижняя часть вот эта нижняя часть работы она вышилась у меня очень быстро вышивала с удовольствием потому что очень понравился сам дизайн несмотря на то что он очень прост но вот оригинальность простоте он меня заинтересовал а потом я сняла видео рукодельном уголке и работа просто поползла очень тяжело я даже не знаю с чем это связано но мне совершенно не хотелось ее вышивать вот тот азарт это удовольствие которое получала вначале они куда-то испарились и вот эта работа я вам хочу сказать что она очень трудно идет вот я вам ее показываю сначала хотела показать дойдя до половины а то есть вот 70 это половина работы 70 то есть это экватор но как вы видите я не дошла но но дошла нам не до конца вышла эту половину и с трудом я практически вот сейчас я уже не вышиваю почему-то у меня потерялось желание вышивать эту работу я даже не знаю почему принципе она мне нравится ну как нравится как и нравилось изначально не сказать чтобы я вот некоторые работы мне очень хотелось вышивать и были такие стой что я буквально спать не могла вышивала нет это не тот вариант это простая работа простая которая дает мне радость морского побережья вот желание которое я хочу осуществить но почему-то удовольствие от самого процесса я перестала получать даже не знаю почему может быть с вашей поддержкой она вернется а сейчас хочу вам рассказать некоторые моменты по поводу самого набора если кому-то интересно что входило в набор я его приобретала кстати недавно это было для меня удивительно не собиралась его приобретать почему я приобрела даже не знаю но вообще все что связано с этой вышивкой она для меня была очень так сказать непредсказуемо то есть она меня выбрала не я ее мы с вами видим инструкцию на русском языке да для тех кто захочет вышивать и это будет первый набор а дименшинс я все пытаюсь вас стимулировать для тех кто хочет многие пишут что хотят вышивать дименшинс но не могу не могут приступить из-за его сложности было такое у меня несколько лет назад когда я приобрела свой первый набор поэтому вот я стараюсь каким-то образом и насколько я могу вам посоветовать чем-то и помочь и морально поддержать и так вот для первого набора русская инструкция русскоязычный я думаю что это вам будет плюсом по поводу самой схемы и удобства схемы ну что могу сказать это трехцветная схема синий красный черный то есть не не ждите что это будет соответствие полное по цветам это не не стандартная цвета 7-ая схема но схема несложная для дименшинс я опять же повторюсь что можно с ее начать и сейчас очень много перенаборов существует вот которым в частности я и пользуюсь сама сейчас потому что сама люблю вышивать по цветосильной схеме то есть вот все что вы видите сейчас это схема перенабор что к перенабор для тех кто не знает это тот случай когда в программе для вышивки либо паттерн мейкер либо cross stitch сага либо много достаточно много этих программ делается перенабор по схеме оригинальные и с другими нитями может быть даже с другими производителями перенабирается для того чтобы была возможность вышить этот набор по электронной схеме для тех кто не очень любит оригинальные схемы вот сейчас конкретно моя схема выглядит вот тогда красивым розовым цветом залито все что вышито не закрашена то что не вышли можете сейчас увидеть сами что мне осталось в принципе это серые цвета которые меня не радуют откровенно говоря в процессе вышивки хочется очень чего-то яркого летнего солнечного сейчас лето она уже перевалило через экватор и так жалко что она уходит она такое короткое и так хочется чтобы она под задержалась и совершенно не хочется вышивать серыми тонами поэтому они меня под застряли к увидите на картине все вышиты практически все яркие цвета может быть это и есть причина того что у меня работа под застряла очень хочется яркого цвета очень хочется позитивных эмоций и морского воздуха бриза которого мне очень не хватило в предыдущей поездке на море как я уже откровенничала с некоторыми из вас я после формул рукоделия к сожалению заболела это был февраль и можете себе представить что до мая до июня практически температура не приходить не проходила и поэтому я благодарю все кто был со мной и кто переживал за меня и кто поддерживал меня потому что это очень тяжелая ситуация когда практически полгода находится в рихорадочном состоянии я благодарю вас все кто от души мне желал добра я желаю вам в ответ всего самого наилучшего и благодарю вас от души вы настоящие друзья и очень добрые люди а тем кто этого не делал и в том числе писал негативные комментарии и участвовал как бы сказать радовался негативным событиям моей жизни но я вас тоже благодарю но предупреждаю что вот к сожалению это может вернуться боберангом и к вам прошу прощения за лирическое отступление и так по поводу вышивки самого набора скажу вам что цветов здесь не очень много ну я бы сказала около пяти хотя не я не считала но это стандартно для для наборов от фирмы dimensions органайзеры мне не очень удобно и я срезаю с них нити я вам показывала да как я вышиваю шью я по цветам парковка мне не удается шью я в том же количестве нити которые по инструкции для набора то есть с уменьшением каунта как вы понимаете я пытаюсь уйти от этих просветов которые о которых я уже говорила и вот обратите внимание как получается какой эффект то есть мы с вами дороги на темных цветах практически не видим канва не светит это конечно мне нравится единственный момент мне не нравится на работе на самой мы видим вот эту дорогу с вами практически голубого цвета серого здесь очень мало то есть в бленде превалирует больше голубой цвета на самом деле вот вышитой работе здесь голубого довольно мало превалирует серый то есть это небольшая банка вот таких вот моментов когда они попадаются вышивки я очень не люблю то есть я любитель ярких цветов практически как ребенок люблю праздничный край красивые праздничные работы картины и стремлюсь сама улучшить свои работы именно в этом ключе и поэтому меня это момент огорчил то есть для чего это говорю если вы будете вышивать этот бленд и я сейчас вам скажу что это за бленд вот этот бленд здесь рекомендуется 1 нить голубого и 3 серого то есть возьмите наоборот тогда ваша дорога будет голубой возьмите 3 нити голубых и одну серую я думаю что в этом немножко недоработка а так в принципе цвета практически соответствует тому что здесь мы с вами видим то есть разочарований у меня практически нет достаточно яркие цвета единственная зелень мне не очень понравилась я захотела ее улучшить и поэтому вот здесь мы с вами видим цвета димси цвета дименшинс более проглушенные у зелени поэтому мне захотелось очень яркую праздничную не праздничную а сочную яркую летнюю зелень думаю что нужно было бы изменить еще некоторые цвета а кстати да один цвет из яркой из ярких цветов я тоже заменила вот этот вот розовый он оказался грязно-розовым и впоследствии вот в этих цветах я заменила его на нить димси уже яркого розового но это можно увидеть я не думаю что на камеру это видно будет это можно будет увидеть только в живую но может быть на макросъемке потом когда вы увидите вы поймете о чем я говорю осталась верхняя часть работы вот схема она мне откровенно говоря больше радует потому что здесь больше позитивных цветов меньше серого потому что вышивать дорогу конечно не очень хотелось не очень хотелось этим заниматься вот чайки моря и это вся красота она меня конечно радует и привлекает я все думала ну как в детстве да где вы видите себя на этой картинке да как с чем вы себя ассоциируете я смотрела на эту картину и думала где же на этой картине я то ли в кафе в кафе на летнем кафе за столиком то ли на побережье прогуливаюсь то ли я на катере на морской полагулке ну мне показалось что я здесь везде и я себя больше почувствовала даже вот вот этой чайкой которая здесь пару чая которые парят над морем вот я себя больше почувствовала чайками но может быть даже морской прогулки очень захотелось прямо пролететь парить над морем и обонять эти весь этот запах и красоту и все прелесть морского побережья ушла я в лирику я хотел сказать по поводу игл это довольно важный момент потому что для очищения от работы особенно если она первая дает много и нити и канва и в том числе иглы у меня иглы 24 размера вот к сожалению они окисляются приходится от них избавляться и нужно приобрести новые иглы но я рекомендую если вы вышиваете большим количеством сложений то брать крупнее иглу вам будет гораздо легче в избежание неприятных ситуаций потому что когда я вышивала свою первую картину Dimensions в ее саду как я уже говорила может быть кто-то не смотрел а это видео для него первым является там были довольно маленькие иглы 28 размера и для канвы дубово на крахмалиной Dimensions было очень сложно протаскивать эти иглы поэтому рекомендую вам чтобы не мучиться возьмите иглы покрупнее чем меньше каунт вот здесь такой срабатывает правило чем меньше каунт тем крупнее и крупнее должна быть игла и по поводу моих ощущений от набора но для у меня были набору от gold collection от фирмы Dimensions и они были конечно посерьезнее и получше проработаны поэтому я привыкла немножко к другому качеству картинок и для меня откровенно говоря вот это кафе но немножко простовато но хочу сказать что оригинальность простоте она не совсем портит и не совсем она уже такая плохая в своей простоте она чем-то она очаровательна своей простотой поэтому может быть даже она будет моя одна из моих любимых еще хотел сказать что мне очень нравится тот вариант оформления который предлагает фирмы вот мы видим да здесь паспарту нежно-голубого цвета и тонкий каунт темно-синего с белой рамы я думаю что это очень-очень подходящий вариант и по крайней мере для меня если я буду оформлять то это будет именно в таком ключе по крайней мере я надеюсь что у меня это получится а пока впереди окончание работы надеюсь что она не застрянет у меня как матрешка вот матрешка к сожалению совершенно я к ней не возвращаюсь потому что откровенно говоря качество нитей канвы оставляет желать лучшего то есть у меня распадаются буквально нити на глазах и и глаз ниточкой остается в одной руке остальная часть ниточки остается в самой камне то есть нити перетираются и это не приносит удовольствие такое ощущение что шиваю не в ткани а просто бритвы срезает нити это не очень приятно и вот к сожалению не все нравится мне самой матрешки по поводу производителей хотела вам сказать и в предыдущем видео о золотом руно и в далеких видео от алисы и а dimensians в том числе и от всех других которые я вышивала и видящую и изящные рукоделия хочу сказать что я говорю вам откровенно о своих впечатлениях и каждый видит ровно то что он находится и у него внутри то есть если человек сам любит оскорблять окружающих то он видит оскорбление в моей речи а если он хочет увидеть и какие-то недостатки и достоинства которые безусловно есть в любом моменте в любом наборе в любой картине в любом производителе то он и естественно слышит откровенное мое признание о том что я вижу и прошу не оставлять под моем видео негативные эти комментарии если вы любите этих производителей пожалуйста любите я не собираюсь вас никаким образом не отговаривать или наоборот призывать к чему-то любить кого-то или не любить я хочу просто честно высказать свое мнение и либо сомнение по поводу качества набора качество проработки схемы и тому подобное и это не нужно видеть как придирчивость это нужно видеть как внимательное отношение я думаю вышивальщицы к тому что она делает то есть я очень внимательно и ответственно подхожу к своей работе и кто работе который предлагает производитель а вот по поводу этого набора я вам откровенно сказала нам что мне не нравится и по просвету нити и по немного не с не соответствует цвета дороги то что получилось у меня я же не говорю что фирма dimension плохая или хороша я говорю что вот в этом наборе есть такой вариант если хотите от него уйти то рекомендую увеличить вам количество голубых сложений нити чтобы избежать вот этой серости которая у меня получилось на дороге вот у меня на к сожалению не нравится мне бы хотелось как вариант который вот на самой картине мы сами это ждем и ищем я думаю что каждый вышивальщица ждет такого же соответствия своей работы который она видит когда покупает набор либо лучшего конечно же лучше когда при при результате при за предсходе превосходит ожидания поэтому если будут какие-то негативные комментарии я буду просто их удалять если это будет какая-то конструктивная критика который я с удовольствием прислушиваюсь а вот негатив он никому не нужен поэтому прошу вас не писать эти комментарии они не будут все равно жизнеспособным и вы не от и не услышите ответ от них на мой ответ на них и так резюмируя вышесказанное хочу сказать что работа под застряла первоначальное удовольствие немножечко ушло но желание вышивать не ушло я думаю что у меня будет больше времени больше желаний больше возможности побыстрее дошить эту работу потому что она несложная и по идее она должна была отшиться очень быстро но вот к сожалению уже почти 20 дней прошло я даже не дошла до середины точнее я не вышиваю сейчас к сожалению эту работу нет у меня такого вдохновения надеюсь что после видео она появится а я вам желаю вдохновение я желаю вам удовольствием от вышитых работ я желаю вам встретить новых друзей на youtube я желаю вам расширение ваших горизонтов чтобы вы узнавали больше новых производителей узнавали и видели и загорелись вышивать еще более красивыми сюжетами потому что в принципе для того и существует youtube чтобы развивать наш вкус и раздвигать наши горизонты давать пытаемся уйти от негативного уважать другое мнение не писать негативных комментариев и ценить тот опыт с которыми хотят поделиться другие вышивальщицы вот мой опыт от фирмы дименшенс я надеюсь что кому-то он был полезен и интересен а если у вас есть какие-то вопросы и по поводу этой работы и по поводу фирмы дименшенс да и в принципе обо мне и моей вышивальной истории с удовольствием на них отвечу пишите под видео с вами была елена увидимся следующих видео всего вам самого наилучшего лучшего